здравствуйте дорогие друзья я сегодня хотел поделиться с вами некоторыми мыслями по крайней мере постараюсь что меня волнует я значит она волнует не только меня она волнует всех вас тоже тех кто переживает за войну за военные действия за кровопролитие в украине за этот беспредел военный беспредел агрессия российская агрессия конечно есть вопросы в головах которые в наших головах до мыслях на которых мы не можем найти ответа это то же самое что когда я сейчас как бы переживают то же самое что переживал во время начала коронавируса да если помните пандемии то есть были было очень много вопросов было очень много версий почему это для чего зачем это происходит как бы вот это непонятно штука во всем мире вы знаете сегодня я думаю что миллионы людей не только в украине поверьте мне не только в украине во всем мире переживают и задаются вопросом и есть разные вопросы то есть разные версии почему это так происходит то есть получается что я решил для себя что почерк одинаковый знаете но это не говорит о том что коронавирус был как бы создан именно тем же человеком что сегодня происходит эта война да вот эта агрессия нет но просто это зло это как бы почек дьявола почек сатаны действительно сегодня сегодня он просьбы он чувствуется невозможно его не видеть и просто знаете сегодня я решил с вами пообщаться я уже мне надоело что как бы писать в соцсетях хотя это тоже надо решил просто поговорить не знаю но вы можете сказать что что может изменить наше мнение да вот во всем мире да как может повлиять какой-то пост человека какой тут не знаю там мнение человека там или как бы соцсетях линии соцсетях но знаете мы не мы не можем молчать нельзя молчать против зла мы должны высказывать свой протест если мы молчим против зла это означает что мы поддерживаем это зло я еще вам скажу что мы можем не знать много вещей много всего потому что бывает так что молитва одного человека может повлиять и на весь мировой процесс он может изменить весь мир поверьте это так самое главное что как бы знать что происходит и как бы я не говорю что то есть мы должны каждый день этим заниматься конечно то она мешает она мешает нам жить изменился наш как бы образ жизни но это вот такая вот 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 такая вот реальность что в украине сейчас такая ужасная реальность и что происходит эта война уничтожаются города умирает люди умирает дети люди вынуждены покинуть свои дома оставлять оставлять свои квартиры и все что в этой квартире то есть они нажили за всю свою жизнь они оставляют оставляют как бы свои машины свои автомобили оставляют у кого есть бизнес свой бизнес люди потеряли свои работы потеряли потеряли свои магазины потеряли свои деньги денежные средства финансы то есть ужасно конечно ужасно ужасно более 10 миллионов человек уже покинули как бы места именно горячей горячая войны вот более 4 миллионов уехали же выехали из страны это конечно ужасно это катастрофа со временем второй мировой войны такого не случилось такого не было вот такого потока беженцев это ужасно конечно что сейчас люди невинные люди которые не мешали никому они сейчас как бы вот стали беженцами это конечно это очень печально это очень грустно это очень не знаю так катастрофически ужасно вот и мы не знаем почему бог допускает это зло возможно он чем-то учит возможно он возможно здесь есть какой-то урок что мы должны извлекать может быть не только для украинцев для украины а может и для России тоже они тоже получают свою порцию у как бы урока духовного, физического, психологического и всякого вот морального но самый ужасный урок конечно сейчас выпал на долю украины и на долю украинцев вот что я хотел сказать я сегодня конечно не про войну я про войну сегодня говорят многие и мы знаем что это очень больная тема не только для украинцев и для всего мира потому что эта война изменила и меняет весь мир как бы жизнь всех людей но я сегодня хотел говорить о важном событии скажем так но событие или не событие то есть о том что умер скончался но не знаю многие говорят используют разные глаголы но не будем вот о разных глаголах но будем говорить что умер Жириновский вот недавно это было это случилось вот но я в конце своего выступления скажу свое мнение то есть что я думаю как от чего он умер как мне кажется но сейчас не буду об этом вот но я скажу честно что я обрадовался я обрадовался когда слушал эту новость уже официально потому что до этого уже несколько раз говорили что писали что умер Жириновский а потом опровергали эту информацию вот ну уже позавчера окончательно как бы объявили в государственном доме как бы Володин объявил что умер скончался Жириновский вот я обрадовался честно говоря и скажу почему только в конце своего выступления только не сейчас я в конце расскажу объясню свою позицию почему я обрадовался и есть есть повод для радости почему бы нет то есть ведь весь мир обрадовался когда умер Гитлер когда он застрелился когда его сожгли как собаку и когда умер когда не стало Геббельса когда не стало Гиммлера всех остальных негодяев этих фашистов но я вам скажу то что вы сами уже знаете что Жириновский был не меньше негодяем чем этот Геббельс который в свое время настроил всю страну все как бы все руководство как бы страны не только страну и руководство то есть Геббельс фактически получается что он настроил Гитлера то есть они друг друга конечно настраивали они были оба хороши но Геббельс тоже хорошо поработал для того чтобы все немцы ненавидели весь мир чтобы все немцы пошли на как бы на эти на эти уловки на эти на этот обман на это на эту фальшивую как бы идеологию для того чтобы как бы убивать невинных людей разрушать города всю Европу разрушать разрушать Советский Союз то есть ну это другая история конечно вот но Жириновский тоже как бы добился того чтобы как бы эта война уже случилась вот кстати по поводу собаки недавно буквально вчера кто-то писал что как бы как бы он умер он сдох как собака я подумал на мгновение думаю разве это не оскорбление для собаки действительно вот давайте подумаем сами это не оскорбление для собаки вот что может сделать собака это нет для человека например я даже не говорю для мира что может сделать собака ну собака может и человек просто погавкать там лаять там максимум покусать просто да вот собака покусала одного человека но то что она творил жириновский это я не знаю это немыслим это то же самое что сравнить каплю с океаном да вот я не знаю это это конечно ужасно это ужасно что этот человек вышел в политику этот человек натравил мозги умы и сердца миллионов людей этот человек стал зачинщиком этой войны этой большой войны этот человек был идейным вдохновителем как бы да вот это этой войны это человека ненавистной войны но кем был жирновский давайте вот проведем краткий обзор да его как бы портрет политический там или там психологический конечно я не политик я не психолог я не аналитик я просто высказываю свое мнение свое человеческое мнение свою человеческую гражданскую позицию любой умный человек любой уважающий себя человек должен высказывать свое мнение о том что происходит потому что все что происходит оно касается и нашей жизни жизни каждого человека жирновский Это был провокатор, это был большой провокатор, это был подстрекатель, это был наглый человек, это был хам, великий хам, не хам, а хам, но он хамил всем подряд. Он считал, что ему все позволено, оскорблять всех людей, выражаться нецензурными словами, потому что это безнаказанность, скорее всего, или его натура, или его миссия, но миссия не миссия, это, скорее всего, миссия дьявола, наверное, он выполнил миссию дьявола. Это слуга дьявола, действительно, вы же сами видели, когда он выступал, когда он говорил, как он говорил, тон его разговора вообще, я не знаю, я не помню ни одного его выступления, чтобы это выступление было без ненависти, чтобы там не было вражды, что там не было, что не выступление, то от Украины надо убивать всех украинцев, надо, как бы, называл он гнойником Украину, то есть это гнойник, то есть надо избавиться от этого гнойника, что не выступление, то оскорбление, то крики, то, не знаю, маты, перематы, то надо, то он топил в этом самом Босфоре Стамбул, то он топил, там, не знаю, Вашингтон, то он бомбил этот самый Белый дом, то всю Европу там затопил, то еще что-то там, всякие такие идиотские штучки, но, вы знаете, что печально, что вот эти все идиотские штучки привели к этой войне, понимаете, многие называли его шутом, как бы, да, вот, клоуном, политическим клоуном, там, кто называл политический клоун, кто называл политическая проститутка, там, еще как-то, я извиняюсь за свои выражения, но Жириновский же, он же, как бы, предлагал государству, правительству легализовать проституцию, то есть он говорил, что давайте будем открывать публичные дома, давайте, чтобы у каждого было по две, по три жены, там, еще какие-то идиотские вещи, да, вот, но он, он пытался предлагать людям то, что им нравится, но человеческая натура, она греховная, правильно, то есть все хотят, как бы, ну, есть такой, есть такой грех, конечно, мы все грешные, но он как дьявол, понимаете, он предлагал грех, вот, 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 я такой, я вот буду легализовать проституцию, буду легализовать, там, две жены, три жены, буду, то есть он за то, что возвеличивал русских, там, вот, русские такие великие, а все остальные, то есть, как бы, уже второстепенная нация, да, вот, а русская великая нация, вот, и все должны им служить, ну, это ужасно, конечно, это ужасно, может быть, мы сами виноваты, может быть, сами виноваты в том, что себя представили именно вот в таком виде, что, не знаю, мы, я имею в виду, когда украинцев, я имею в виду, не знаю, всех остальных наций, которые соприкасаются каким-то образом, вот, в России, да, вот, азербайджанцы, там, не знаю, украинцы, таджики, там, узбеки, там, молдаване и все остальные, то есть, вот, россияне, они все видят других, не русских, они говорят, не русские, и, значит, это те же украинцы, те же азербайджанцы, те же, там, не знаю, грузины, там, те же молдаване и все остальные, хотя нет такого понятия, не русский, вот, это очень странно, конечно, Конечно, странное название. Это придумали тоже. Скорее всего, это тоже от тех же жириновских. Это все результат работы таких жириновских. Народ не может сам ненавидеть. Есть манипуляторы, которые работают над этим. Они работают годами, десятилетиями. Сам жириновский занимался травлей 30 лет против Украины. Но он не только против Украины. Он натравил всю Россию и против Европы, и против Америки, и против всего мира. Он фактически настроил Россию против всего мира. Я не знаю, как ему это позволили, как это у него получилось. Но шут не шут, но у него шутки. Шутка от слова шут. Но это была целенаправленная его деятельность, ужасная деятельность. Это отвратительная деятельность, которую он ввел эти 30 лет. И эти шутки засели в мозгах россиян, как ненависть. Как ненависть к украинцам. Вы знаете, если в течение года, если вам будут говорить, если нам будут говорить, что ты трактор, каждый день, поверьте мне, в конце года мы будем себя считать трактором. Или чем-то еще. А представьте, что вот эта вся пропаганда, грязная пропаганда, она была в течение 30 лет. Понимаете, это ужасно, конечно. То, что они натворили сегодня, я думаю, что это невозможно уже нейтрализовать, потому что это на долгие года. Это ненависть. Я не знаю, что должно случиться, чтобы этой ненависти не было. Но что можно сказать? Жириновский пришел в этот мир, нагадил и ушел. Мы не знаем, куда он ушел, куда ушла его душа. Мы не знаем, я не могу сказать, куда попала его душа. Я не господь Бог. Но знаю одно, что это нехорошее место, потому что этот человек был слуга дьявола. Это был слуга зла. Он нес одно зло. С него, с его уст фонтанировало, каждый день фонтанировало зло. Это зло. Фонтаном било, понимаете? И вот эти все пропагандисты сегодня, которые топят за войну, то есть там спецоперация, еще какая-то операция, это, конечно, идиотские вот эти все понятия. Я не знаю, наверное, мир даст оценку вот этому всему идиотизму, то, что сегодня происходит, конечно, это можно с ума сойти, просто честно говоря. Я думаю, у вас тоже такая же ситуация, что когда вы слушаете российское телевидение, когда я слушаю Лаврова, честно говоря, нужно, не знаю, нужно выпивать несколько, наверное, кому-то выпивать несколько таблеток корвалола, чтобы просто сердце не хватало, потому что можно мозгами просто двинуться, честно говоря. Вот, о чем я говорил. Просто вот эта вся идеология, она ужасная идеология, конечно, это страшная идеология, эта идеология, конечно, она разрушительная идеология, она воинственная идеология. Я думаю, что Жириновский сыграл в этом огромную роль, он сыграл в этом огромнейшую роль, потому что вот его это, я не знаю, давал ли он себе отчет в том, что он делает, что он творит, управлял ли кто-либо им? Я не думаю, я не думаю, потому что он был источник этого зла, это был океан зла. Одна только грязь, одна только лилась ненависть, я не знаю, но ничего хорошего, ничего хорошего, хамство, наглость. Я думаю, что если бы была премия, как бы, Нобелевская премия по хамству, я думаю, что это первый бы его получил бы, эту премию, наверное, Жириновский. Он хамил всем налево-направо, то есть, кому ни ли, но он хамил женщинам, журналистам, известным людям, то есть, ему все было все равно, то есть, ему было все как бы, он считал, что ему все позволено. Он оскорблял целой нации, я просто помню, что он как оскорбил всех азербайджанцев, то есть, всю нацию он оскорбил. Потом, конечно, наш президент Гейдар Алиев, когда ему задали вопрос, что вот как вы будете реагировать на слова Жириновского, что он оскорбил всех азербайджанцев, и вас тоже, как бы, и президент он оскорбил, вот он мог себе позволять такие вещи. Но покойный Алиев, он просто усмехнулся, просто, как бы, сказал, что, ну, кто такой Жириновский, чтобы я ему отвечал. И все очень коротко. Это был достойный ответ, если серьезно, если честно. Но Жириновский был хамелеон, понимаете, это был хамелеон, потому что он менял свое мнение каждый день, сегодня одно, завтра другое, потому что он через какое-то время начал хвалить Азербайджан, вот он, Азербайджан такая хорошая страна, потом опять начал говорить гадости против Азербайджана, Потом и после этого еще начал хвалить, ну, такое, это был не, ну, это был несерьезный человек, это был несерьезный политик, это был, ну, он был псевдо, как бы, оппозиционер, но это он не был в оппозиции, это был подхалим. Это был продажный человек, это его, вся его партия, наверное, тоже была продажная, потому что если кто стоит во главе партии, значит, вся партия такая. Ну, он почему-то зарабатывал себе эти голоса, вот, поддержку со стороны, как бы, россиян, не знаю, что, чем он их, как бы, брал, ну, наверное, брал этим, вот, чем брал Гитлер свой народ, немцы же вроде умный народ. Вот, вот он их всех обвел вокруг своего пальца и привел к уничтожению, как бы, всей Германии, да, к позору Германии. Наверное, Жеременский тоже, наверное, как бы, всю жизнь, наверное, старался специально, не специально, не знаю, для того, чтобы привести Россию, как бы, гибели. Конечно, никто не хочет, чтобы какая-то сторона погибла, потому что, ну, Бог создал человека для того, чтобы, как бы, созидать, творить добро. Но такие, как Жириновский, они обманывают не, как бы, не только свое окружение, они обманывают целые народы, они натравливают народы друг с другом. Это опасный был человек, действительно. Это был очень опасный человек, поверьте мне. Это был очень опасный человек, хотя это, он, как бы, ввел себя как артист, как актер, там, всякие идиотские какие-то выходки, но это, в нем сидела сатана, действительно. И, ну, это, я не знаю, какими словами можно его назвать, это, знаете, когда кто-то умирает, говорят, что ушел, там, из жизни такой-то человек, он что-то создал, там, не знаю, поэт, там, не знаю, художник, там, или, там, писатель, хотя Жириновский ненавидел, он ненавидел людей, как бы, творчество, он ненавидел писателей, он ненавидел никого, он никого ненавидел, он даже ненавидел того же Путина. И все вы помните, что когда он выступал против Путина, там, против всех депутатов, я не знаю, там, одни, там, столько, я не знаю, я думаю, что в мировой, как бы, политике больше Жириновского никто не дрался. Вот кулаками. Хотя он как бы топил за войну, чтобы была война в Украине, но он никогда не стал бы воевать и не стал бы отправлять своих детей на войну. Он просто как бы натравил два народа. Хотя я считаю, что корень этих двух народов славянских это один и тот же народ. Кто бы ни говорил, кто бы что ни говорил. Конечно, многие сейчас от ненависти открещиваются, что это разные народы, но хотя это те же славяне. Но как государство, конечно, Украина это отдельно самостоятельное государство. Что бы ни говорили, что мы россияне будем захватывать, потому что Украина это Малороссия, Малороссия и еще какие-то странные идиотские вещи, какие-то идеи. Это отдельная страна. То же самое, что как бы сегодня есть тюркоязычные страны. Вот допустим, есть Турция, отдельное государство. Есть Азербайджан, есть Узбекистан, есть Киргизия, Казахстан. Таджики это не тюркоязычные. Вот эти все страны, которые там, семь стран, они все тюркоязычные. Но это разные страны. Каждая страна уважает друг друга. Территориальная целостность и все остальные моменты, касающиеся суверенности страны, они все друг друга уважают и соблюдают эти все правила. Правила соблюдения есть международное право. И есть международно очерченные границы каждой страны, суверенной страны. Поэтому как тюркоязычные страны, так же и славянские страны, как белорусы, россияне, там не знаю, украинцы. Это, да, это славяне, но Украина это отдельная страна. И никто не имеет права, никто не давал права, как бы, никакое, ни моральное, ни физическое, ни, не знаю, ни закон, никакое. То есть, чтобы захватывать страну. Но зачинщик, зачинщик, главный зачинщик, это был Жириновский. Давайте вернемся к своим баранам. Да, вот, это был Жириновский. Это был, не знаю, это был Гебесь. Это был Гебесь, не знаю, российский Гебесь, что ли, не знаю, как его можно назвать. Вот. Весь мир будет его помнить, как злого гения. Хотя, слово гений к нему, к такому человеку, не знаю, можно ли назвать его человеком, но к такому человеку, как бы, слово гений не подходит, как бы, не складывается, да. Но это был талантливый человек, действительно. Вот, артистичность, вот это актерство, и, как бы, был оратором, это был непревзойденный оратор. Но весь его талант ушел на службу дьяволу, да. На службу, как бы, ненависти, ненависти россиян с украинцами, да, к украинцам, к Украине. Вот. И дьявол сам тоже талантливый, вы же знаете, что, как он, какой он талантливый, да, как он искусно, как бы, вводит в заблуждение людей, как бы, устраивает войны. Ну, он же устраивает через кого? Как он устраивает, вводит дьявол, сатана, шайтан, как он устраивает? Он устраивает через таких людей, как Жириновский, понимаете. Поэтому, вот, я же говорю, что это, это был слуга дьявола. Также, такой же слугой был Геббетс, вот, поэтому, ужасно, что мы, как бы, жили с ним в одно время, ужасно, что мы жили в одно время, с таким, как бы, злом, как бы, мы его, мы были свидетелем этого человека, с одной стороны, с другой стороны, это должно быть уроком для всех, чтобы, больше такого, чтобы не было. Вот. Его постоянные призывы к войне, постоянно, вот, я не знаю, это, наверное, был психически больной человек. Я не знаю, что его не устраивало. Может быть, какие-то детские какие-то, может быть, воспоминания плохие, может быть, какие-то там детские какие-то там травмы психологические. И, зачем, вот, воевать постоянно, вот, война, 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 убивать, убивать, уничтожать, там, ну, я не знаю. Нормальный человек, нормальный человек так не поступает. Это был неадекватный человек, понимаете. Это крайне неадекватный человек. От него можно было ожидать все, что угодно. Там, не знаю, любые выходки, вы же сами знаете, там, бросался, там, вещами, там, в прямых эфирах, там, то бросит, там, это самое, стакан, там, в лицо, то еще что-то. Ну, это ужасно, конечно. Это ужасно. Я просто не знаю ни одного политика, хотя его политиком тоже, как бы, трудно назвать. Вот. Не знаю ни одного политика в постсоветском пространстве, в Европе, не знаю, во всем мире. Ни одного политика такого не знаю, чтобы был такого уровня ненависти, зла. Не знаю, человека ненавистничества, да, вот, ксенофобии. То есть, мы, идеи ксенофобии, то есть, я не знаю, такого политика, честно. Но, как бы, скажем, ну, кто там, в украинской политике, там, такие выходки иногда себе позволяют, там, или позволял, там, Лешко, да, вот, депутат. Но, чтобы сравнивать Лешко с Жириновским, я привел такую аналогию, то есть, каплю с океаном, это то же самое, что капля с океаном, сравнение капли с океаном. В Жириновском было столько зла, я не знаю, наверное, такого, ну, суммарно, наверное, нету в миллиарде человек, да, вот, допустим, если сложить, все зло, накопленное в душе одного человека. Но у него было этого добра, в кавычках, предостаточно, этого зла, конечно. Вот, он содержал, это был багаж зла, это был архив зла. Вот, это ужасно, конечно. И сегодняшние пропагандисты, это, они порождение этого же Жириновского. Вот эти все Скобеевы, вот эти все Соловьевы, вот эти все, там, не знаю, Шейнины, там, Киселевы, Симоняны, вот эти, которые каждый день говорят, там, то же самое, что говорил 30 лет Жириновский. Хотя, когда Жириновский говорил об этом, этих всех Симонянов не было. Вот он, Маргарита Симонян, там, да, вот, или, там, не знаю, Киселев, или, вот этот, там, Соловьев. Они были еще мальчишками, когда Жириновский занимался этой травлей. Поэтому он же породил этих Соловьевых, вот этих ненавистников. Он же породил этих наглых, там, не знаю, Киселевых, там, и всех остальных. Вот, я считаю, что он имел огромное влияние даже на руководство Российского Федерации, да, вот он имел влияние, хотя многие воспринимали его, как бы, выступление как шутку, но это была не шутка. Это были не шутки, это были целенаправленные, планомерные его, как бы, дела, дела, скажем, тьмы. Это был служитель, как бы, сатаны. Вот, и, я не знаю, но много, конечно, можно говорить про Жириновского, я хочу уже заканчивать. Конечно, история даст оценку этому человеку, что из-за него сейчас происходит эта война, эта большая война в Украине. Из-за него, именно, я могу ответственно это заявить, что из-за него, из-за его, вот этих всех, из-за его миссии, то есть, он, как бы, считайте, что он, как бы, выполнил свою миссию, грязную миссию и ушел. Вот, происходит эта война, это, эти убийства, эти, это кровопролитие, это разрушение городов, я не знаю, домов и вот это все, трагедии человеческие. Это ужасно, конечно, это из-за одного человека. Естественно, история даст оценку этому человеку, что он натворил. И идея русского мира тоже принадлежит, к сожалению, Жириновскому. Он за всю свою политическую карьеру, как бы, говорил, что русская, это, как бы, превосходная нация, это величие России, величие русских. Фактически, он обманул эти же русских, понимаете, вот, у него, что, что не выступление, то русские, 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 это, как бы, национализм. Он был просто и день вдохновить российского шовинизма, российского национализма. Это был, не знаю, крестный отец, наверное, всех ультраправых националистов российских, да, вот, они его боготворили. Хотя он был председателем, ну, руководителем партии, но оппозиционной партии, хотя эта партия никогда не была оппозиционной, там никогда не было либерализма, там либерально-демократическая партия, да, даже язык не поворачивается, честно говоря, видите как, потому что не было никакого либерализма, это, скорее всего, был нацистская партия, это было бы правильно, если бы его назвать, его партией нацистская партия, это было бы действительно, это было бы в точку, потому что это был второй Гитлер, это был второй Геббис, и ужасно, что это все так случилось, ужасно, что этот человек натравил столько людей между собой, я думаю, что история даст оценку этому человеку, этому психически больному человеку, ведь Гитлер тоже был психически больной человек, потому что он нормальный человек, такого бы не сделал, вот, этот человек, который опозорил всю Россию, опозорил русских, понимаете, он опозорил, я не знаю, всех славян, наверное, натравил между собой, скорее всего, наверное, не знаю, говорил он был русский, но я думаю, что, может быть, он сам был нерусский, я не знаю, это же не нам судить, кем он был там, но это был больной человек, это был ненормальный человек, это был провокатор, это был профессиональный провокатор, вот, ну, все это, конечно, ужасно, ну, хорошей новостью является то, что его уже больше нету, я в начале своего выступления сказал, что я объяснил, как бы, причину своей радости, я, да, я обрадовался, но я обрадовался не со злорадства, ведь нельзя злорадствовать, но я обрадовался хотя бы потому, что этот фонтан уже закрылся, закрылся, да, есть другие фонтаны, которые фонтанируют, но они скоро закончатся, потому что ушел источник, как бы, источником был Жириновский, понимаете, а вот эти все Соловьёвы, эти все Киселёвы, они, эти, как бы, источники, я думаю, что скоро закроются после поражения России, вот, а главное, но Жириновский бы, он бы никогда бы не остановился, понимаете, вот, вот в чем беда, я вот обрадовался тому, что больше нету Жириновского уже, потому что это трагедия для всего мира, сейчас весь мир, как бы, пожинает плоды, ужасные плоды того, что Жириновский, как бы, насадил в сердцах, умах людей, россиян, и все-таки добился того, чтобы эта война случилась, но я еще говорил про то, про то, что, как бы, как я думаю, насчет смерти Жириновского, хотя официальная версия говорит, что это, как бы, коронавирус, там, еще как-то, но Жириновский не был бы Жириновским, если бы он не давал ни одно интервью, там, находясь в больнице, то есть, это было, это очень странное, конечно, обстоятельство, как он попал в эту больницу, мы не знаем, это очень странно, конечно, это, на еще раз повторяю, то есть, он был, не был бы Жириновским, если бы он, хоть слово бы, не знаю, он бы сада, вот, если бы он попал в ад, он оттуда бы говорил бы про Украину, топил бы про Украину, что там надо убивать, уничтожать этот гнойник, хотя этим гнойником был он сам, понимаете, он сам был гнойник, вот этот гнойник уже ушел, вот, и хорошо, что, как бы, этого гнойника нету уже, этого националиста, этого шовиниста, этого ксенофоба нету, вот, а по поводу смерти, конечно, это очень загадочно, это очень загадочно, но я считаю, что, скорее всего, ему помогли, потому что, по поводу смерти, потому что он предвидел, он предсказал эту войну, вот, многие говорят, что у него был дар пророчества, там, провидец какой-то там, да, вот он, ну, вы же знаете, что, точь-в-точь, в день, даже время совпало с тем, что он заранее, я не знаю, за какое время, но, наверное, я не смотрел, я не проверял там, когда он, но он заранее говорил, конечно, может быть, за месяц, месяц, или за столько-то дней, что случится война, вот, Россия с Украиной, но он, фактически, раскрыл, как бы, тайну, скорее всего, он был, скорее всего, он был участником создания этого плана нападения, то есть, как будем говорить, российской Барбаросы, да, вот, и он был участником этого плана, генерального плана наступления, но он раскрыл эту тайну, и наверняка он был одним из важных свидетелей, многих вещей, чего российское руководство не могло позволить себе такую русскую, чтобы оставить его в живых, скорее всего, его, как бы, ему помогли, как бы, чтобы он, чтобы его не стало, я так считаю, потому что все совпадает с Жириновской бы, если бы были поражены его, там, 99% его легких, он бы взял бы микрофон, он бы, чтобы что-нибудь, то все равно бы сказал бы про Украину, там, даже на самом последнем вздохе, вот, вот, вот такие вот дела. Возможно, он унес какие-то тайны с собой в могилу, но не будем его уже за могильные дела обсуждать, потому что это, этим занимается Бог, и это другое учреждение, но мы пока живем в этом мире, мы должны заботиться о себе, о своих семьях, о своих друзьях, чтобы эта война быстрее закончилась, чтобы люди возвращались, как бы, в свои дома, конечно, это ужасно, это ужасно, то, что сегодня происходит. И еще я, что я хотел сказать, что важно, мы должны это помнить, мы должны знать это, что когда сегодня мы слышим, когда мы сегодня слышим, как бы, по телевидению, да, вот, в интернете выступления, то есть, опросы россиян, что они думают, когда они говорят, что нужно убивать всех этих, извините, хохлов, нужно убивать всех этих украинцев, нацистов, то есть, фактически они думают, что эти все, там, 40 миллионов людей, это не нацисты, это куча нацистов собрались в этой стране, всех их надо убивать, потому что они мешают нам. Вы знаете, что это Жириновский, в них говорит Жириновский. Это не их мысли, это не их мысли, их взрастил Жириновский, понимаете, это его бредовые идеи. Вот они повторяют, вот они это самое говорят, так что, когда россияне говорят, они говорят устами Жириновского. Ведь, понимаете, когда Гитлер, перед тем, как бы, нападать на Россию, да, то есть, на европейские страны, там, да, захватывал, вот, но он же перед этим вел какую-то работу, то есть, он с 1933 года, когда он пришел, как бы, к власти, но еще нацистская партия существовала еще до него, до 1933 года, да, вот, по-моему, там, с 23 года, там, он вступил в эту партию, вот, вот, и за 10 лет он, они, как бы, выиграли это самое, выборы, и он стал это самое, как бы, главой государства. И, скорее всего, Гитлер тоже провел какую-то работу за 20 лет, чтобы напасть на Европу, на Россию, но когда он нападал на Россию, то есть, ну, есть технология, вы же знаете, что он, для того, чтобы убедить свой народ, чтобы он воевал, потому что иначе он бы не воевал, понимаете, для того, чтобы его народ воевал, как бы, с другим народом, мозги, как бы, внедрить идею о том, что этот народ обречен на смерть, ну, и они должны умереть, это, как бы, это микробы какие-то, допустим, да, вот, он уже, он же называл всех советских людей недочеловеками, то, что их надо убивать, потому что, как бы, это есть арейская нация, мы выше, ну, это так надо, ну, извините, вот, вот, такого, такого обстоятельства, что, ну, мы арийцы, то есть, потому что, так вот, так вот, сложилось почему-то, а все остальные должны умереть, и они обречены на смерть, это нормально, это Гитлер так объяснял, через своего, как бы, провокатора, Геббейс, это пропагандист, министра пропаганды, тем же занимался и Жириновский, понимаете, я про те соцопросы говорю, что у них в мозгах, мы должны понимать это, мы не должны от них ждать какой-то жалости, какого-то понимания, что вот они, почему они так думают, почему они так и не жалеют, вот, украинцы, вот, мы должны им помочь, а почему это такая война, нет, друзья, нет, они, они видят украинцев, Украину, как проблему, они видят, что эта страна обречена на смерть, они думают, что, потому что Жириновский, такие люди, как Жириновский, естественно, ему подобные, вот эти подонки, вот эти негодяи, как Соловьёва, Симоняна, вот эти там, Скобеева и Киселёва, все остальные, но крёстный отец Жириновский, понимаете, это, это, это день и вдохновитель, да, они добились того, чтобы в русском народе, в русских сложилось такое мнение, что украинцы, хохлы, это не нужная нация, они должны умереть, они не должны жить, они не имеют права на жизнь, вот их можно убивать, вот почему и приходят эти российские, эти все солдаты, они безжалостно расстреливают этих людей, там, насилуют женщин, детей убивают, разрушают эти города, архитектурные, вот эти здания, жилые дома, то есть, они, они, как бы, у них нет мысли о том, чтобы, не знаю, как-то сочувствовать горю украинского народа, нет, нет, ещё раз нет, они считают, что украинцы должны умереть, ну, просто они когда, это, я, я, конечно, не думаю, что все они такие, я не думаю, что вся Россия такая, конечно, есть там люди, которые умные, они понимают, что происходит в России, я не могу это утверждать, что вся Россия такая, нет, это было бы тоже несправедливо, но большинство людей, которые обманулись на это, на, такие, как Жириновский, мы с этого же начали, как раз, тема моего выступления, как раз есть и Жириновский, они подпитались, они, как бы, они попитывались, они, как бы, накормлены, как бы, да, в мозгах, накормлены этой, этим, не знаю, я бы сказала, слова, конечно, не хотелось бы, конечно, этим дерьмом, можно сказать, да, это ещё дерьмо, ещё более нормальное слово, вот, что украинцы, это, это гноник, вот они так и считают, что этот гной нужно просто убрать, и чтобы всё было хорошо, чтобы мы пошли там, что, ну, они даже не понимают, что они будут делать после того, как они захватят Украину, конечно, этого никогда не случится, это бред, это бредовая идея в 21 веке захватывать, как бы, чужую страну, это очень, не знаю, это, это просто, я не знаю, смешно, не смешно, это просто ужасно, конечно, это ужасно, это ужасно, эти бредовые идеи, я думаю, что скоро закончатся, когда Россия, конечно, россияне поймут через свои карманы, через свои бедственные, как бы, положения, что действительно они были обмануты, но, что, я заканчиваю свои выступления и свои мысли, конечно, много можно говорить, будем молиться за то, чтобы эта война быстрее прекратилась, чтобы кровь невинных людей, чтобы больше не проливалась на этой земле в Украине, чтобы украинцы, ещё раз повторяю, чтобы они возвращались в свои дома, чтобы началось, как бы, восстановление Украины, конечно, я верю, что Украина восстановится, Украина станет ещё краще, ещё красивее, ужасно, конечно, что это произошло, сердце не выдерживает, это страшно, что, когда смотришь эти все кадры, эти все города, города, я, мне до сих пор кажется, что я нахожусь в каком-то сне, или я нахожусь внутри какого-то кино про войну, я думаю, что у многих такое ощущение, дай Бог, чтобы это страшное кино закончилось, дай Бог. Спасибо вам за всё, спасибо за то, что выслушали, если кто выслушал до конца, я благодарен, благодарен всем, кто поддерживает Украину, благодарен всем тем, кто хоть, я сказал, до конца выслушал, может быть, если кто не до конца выслушал, тоже спасибо, спасибо вам за то, что вы есть, спасибо за то, что есть Украина, есть украинцы, есть такая страна, есть такая миролюбивая страна, есть толерантная страна, я был во многих странах мира, я сам азербайджанец, но я до сих пор никогда, я не видел ни одну страну такую толерантную, как Украина, я никогда не испытывал какого-то там натиска, какого-то там, не знаю, какого-то негатива в Украине, это мое, не знаю, это мое свидетельство, можно сказать, что я свидетельствую об этом, что Украина действительно миролюбивая, свободолюбивая страна. Я бывал и в России, где на каждом шагу тебя останавливают, там спрашивают, паспорта проверяют, еще как-то там, вот они считают всех остальных как бы врагами, то есть весь мир как бы враждебно настроен по отношению к России. На самом деле дела обстоят наоборот, на самом деле Россия враждебно настроена против всего мира, и благодаря этим Жириновским, с чего мы начали, вот это все так происходит. Ну ладно, не будем о плохом, будем надеяться, что в Украине все будет хорошо, что Украина расцветет и станет еще красивее. Слава Украине, слава героям, берегите себя.